Всем привет! В этом ролике мы продолжаем тему стабилизированных источников питания. И на очереди у нас связка TL494 и IR2110. Ролик содержит много полезной информации, так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Думаю, всем знакома вот такая схема стабилизированного блока питания. Разработал ее старичок и выложил на сайте радиокод. Схема отличная и хорошо себя зарекомендовала. Я же внес некое дополнение в данную схему, а именно синхронный выпрямитель на выходе. Про него есть отдельный ролик, так что для понимания происходящего советую его посмотреть. Давайте детальнее рассмотрим схему. Но так как она очень большая, буду приближать тот участок, про который рассказываю. В схеме присутствует микростарт. Это отдельный узел, предназначенный для первоначального пуска микросхемы. Работает он таким образом. От постоянного напряжения через резистор заряжается конденсатор. И как только на его ножках напряжение достигнет 30 вольт, происходит открытие транзистора. И заряженный конденсатор разряжается на микросхемы, давая им напряжение для старта. Потом, когда микросхема стартанула и на выходе появилось напряжение, оно подается на цепь самозапита и уже питает схему выходным напряжением. Обмотку самозапита следует мотать на 20 вольт. Смотрим дальше. По поводу микросхем. К TL494 вопросов нету. А вот IR2110 есть в различных корпусах. Я применил микросхему с 14 ногами, так как она более распространена. Ее легче достать. Частота работы 44 кГц. Если нужна другая, то придется пересчитать частотозадающую цепь. Хорошо, что есть онлайн-калькулятор для расчета. В нем достаточно ввести номиналы резистора и конденсатора и получить на выходе частоту. Только учтите, что полученное значение нужно делить на 2, так как за один период происходит 2 такта. Опускаемся ниже. Тут у нас схема синхронного выпрямителя. Если не желаете его ставить, то можно заменить на стандартные диоды шотки и не мучаться с усложнением схемы. Выглядеть все это будет вот таким образом. Теперь я вкратце расскажу про основные компоненты схемы. Входные электролиты. Берем из расчета 1 микрофарад на 1 Ватт выходной мощности. Конденсаторы делителя для полумоста желательно брать емкостью от 1,5 микрофарад. Напряжение 250 Вольт, так как они подключены к постоянному напряжению последовательно. Как видим, в схеме есть два разряжающих резистора. Один разряжает силовые электролиты, а второй – выходную емкость. И он же является минимальной нагрузкой. Рассчитывать желательно таким образом, что при номинальном напряжении на нем рассеивалось 1 Ватт тепла. Теперь, что касается обратной связи. Опорное напряжение для TL431 считается таким образом, что при номинальном выходном напряжении в точке делителя было 2,5 Вольта. У меня же в схеме применен подстроечник для более точной настройки. Перед установкой его необходимо подключить к мультиметру и выставить примерное расчетное сопротивление. Также тут есть еще один резистор, который меняется в зависимости от выходного напряжения. Это резистор, ограничивающий ток оптопары. При номинальном напряжении ток должен быть около 10 мА. Пример расчета перед вами. Транзисторы полумоста я использовал 10Н60. Их хватит для выходной мощности около 400 Вт. При большей мощности уже желательно устанавливать 20Н60. Резистор снабера желательно брать на 2 Вт. А конденсатор снабера брать Y-типа на напряжение от 1 кВт. Второй Y-конденсатор тоже желательно не игнорировать, так как он предназначен для гашения межобмоточной помехи. Можно также затронуть тему защиты. Так как этот блок питания будет работать на постоянную нагрузку, то и защиту только предохранители. Этого вполне достаточно. По входу стоит супрессор на 400 Вольт, который защитит от превышения входного напряжения. Про схему рассказал. Можно переходить к печатке. Как видим тут применил немного СМД деталей. Так как без них бы схема была намного больше. Посадочное место рассчитано на трансформатор EDD39. Но так как он находится в углу, то можно без проблем ставить другой. Немного увеличив или уменьшив печатку. Как я уже говорил выше, можно отказаться от синхронного выпрямления и установить диод шотки. Это тоже делается элементарно, так как выпрямление находится на краю схемы. Но если вам надоело самому делать печатные платы, то можно заказать их изготовление в Китае с помощью компании PCBWay. На данный момент у них действует скидка в 25% на заказ гибких плат и плат быстрого изготовления. Так что можете заходить и заказывать. Все ссылки есть в описании под роликом. После травления получаем большую плату, которую я сразу же принялся паять. Но это был уже второй вариант разводки. Первый меня не сильно устроил и поэтому пришлось его отложить. Запаиваем все элементы. Транзисторы ставим на радиаторы. Для силовых подойдут радиаторы от компьютерного блока питания, так как под них и рассчитывалась схема. На выходе же я сначала поставил покупные радиаторы, вот такого типа. Но так как не у всех они есть, я покажу как можно использовать радиаторы от компьютерного блока питания. Достаточно взять подходящий радиатор и разрезать его на две части. Делается это элементарно. Как видим осталось запаять только трансформатор и дроссели. Но прежде их нужно рассчитать. Начнем с малого. Для входного дросселя можно взять дроссель от компьютерного блока питания. Ну или же мучиться, как это делал я. Мотаю дроссель на кольце с проницаемостью 2000 нм. И размерами 20 на 12 на 6. Количество витков 10-12. Теперь настала очередь силового трансформатора. Сам транс можно взять из компьютерного блока. Ну или же купить новый, как у меня. Перед намоткой рассчитываем транс в программе старичка. Тут указываем частоту преобразования, входное напряжение и тип выпрямления. Не забываем поставить галочку возле стабилизации напряжения. Нажимаем кнопку рассчитать. И прога выдает нам данные для намотки. Все обмотки мотаются в одну сторону. Начало и конец обозначены на печатной плате. Первичку делим на две части. Первую мотаем в самом низу, а вторую поверх всех обмоток. Когда намотали половину первички, изолируем обмотку и мотаем самозапит. Также вправо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь приступаем к намотке вторичной обмотки. Среднюю точку я решил вывести в косу, так как удобнее будет мотать. Сначала намотал одну половину, сделал отвод. И потом продолжил намотку вот таким образом. Выводы пропаял, а саму обмотку заизолировал. Осталось намотать вторую половину первички. Тут нужно учесть, что длина провода намотки увеличивается. В конце финальная изоляция. И на этом трансформатор готов. Напоследок намотаем выходной дроссель. Его примерную индуктивность рассчитывает та же программа старичка. А в другой программе под эту индуктивность считаем дроссель. Указываем размер и ток. И на выходе получаем данные для намотки. Материал кольца Т13052. Если у вас нету такого кольца, то можно взять желтое кольцо из комповского блока. Намотка из себя не представляет ничего интересного. Просто виток в витку размещаем наш провод. Можно производить тесты. Так как у меня отсутствует мощная электронная нагрузка, буду использовать все, что есть под рукой. А это сочетание слабой нагрузки и лампочек. Измерять напряжение буду прямо на ножках конденсатора. Таким образом мы исключим падение напряжения на дорожках и предохранителе. Включаем блок. Как видим напряжение стабильно. Теперь подбрасываем нагрузку. И смотрим на изменение напряжения. Оно есть, но незначительное и в пределах нормы. Дальше я проводил тест на нагрев. В течение получаса силовые транзисторы почти не нагрелись. А вот синхронный выпрямитель был уже градусов 60. Боюсь представить, что было бы с диодами шотки. Но и на этом ролик подходит к концу. Было проделано много работы. И надеюсь вы оцените это своим лайком и подпиской. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok